привет всем моим подписчикам всем кому интересен мой канал сегодня проведем испытание небольшие донкратов вот купили такой донкрат от автопродукт 4 тонны достаточно тяжеленький такой навес мы его уже испытали видео увидите потом вот такой тонкрат взамен штатного самый то но из-за того что брал вернее машину с дома погнал на мойку и сразу свой поехали снимать и забыл взять ромбический старый донкрат он уже старый и люфтит достаточно сильно при подъеме весты когда менял колеса на зиму он начал изгибать штатный донкрат я вынимать его не буду потому что я уже положил после испытаний посмотреть как мы его поднимали как он изгибался штоком вот пожалуй и все до испытать донкрат на присущенном колесе то есть пускать колесо и накачивать опять вот этой болванкой не очень хочется заменим мы его на какой-нибудь через розетку которая работает и тумблером на к кучу его будет накачивать колеса так что вот так оставайтесь с нами мы пойдем показывать вам как мы поднимали нашу место так я его установил давайте попробуем поднять наш автомобиль процедура не быстро я смотрю хоть немножко поднимается стоит устойчиво вроде поставил я его ровно но минус бутылочных донкратов в том что они поднимаю автомобиль вверх могут смещать автомобиль в сторону ну как и любой другой донкрат а подкатной он подкатывается под автомобиль получается вместе с автомобилем то есть благодаря тем что он на колес подкатывается так колесо начинает отрываться так что мы видим стоит вроде бы он относительно ровно возможно верхний шток немножко начинает смещаться в сторону заваливаться вправо продолжим так колесо вывесили мы видим вот в каком состоянии находится домкрат верхний шток согнулся но колесо у нас оторвалось от земли незначительно но для замены в принципе хватает как видно вот рука мне туда пролазит машина автомобиль на скорости поэтому колесо не крутится вот но один раз в дороге поставить его пригодится но для постоянного пользования ежегодно менять колеса с лету на зиму и зимы на лето я думаю он не подойдет так начнем опускать ну что мы видим в принципе вроде бы ничего немножко вот верхняя часть погнуло пластик големый да и видно вот эта часть еще тоже погнулась да то есть домкрат на один два раза использования вот эта часть погнулась и уже не дает дальше закручивать шток вот такие у нас домкрат и делают авто на автовазе так ставим наш домкрат купленный выкручиваем верхний шток управляем его под так где она тут сверстия стоит устойчиво ну вот так колесо оторвалось рука у меня пролазит туда спокойно домкрат видно стоит устойчиво нигде ничего не загнулась в принципе для замены вполне подходит чего не туда поставил что ну конечно не делайте так как я сейчас сделал неправильно выставил домкрат там дальше глубже есть отверстие специальное место под выемка под домкрат вот она а здесь я уже неправильно сделал ладно переставим сейчас вот подальше нужно было его ставить сейчас попробуем снова работать удобно и достаточно быстро я так предполагаю что он ее поднять до конца не сможет все-таки подкладывать дощечка под него вероятно придется а нет я ошибаюсь он поднимает и достаточно высоко все не с первого раза все поддается поздно но там же еще второй шток он второй шток идет туже поэтому я думал что он уже закончил подъем ладно продолжаем ну при такой высоте даже 18 колеса можно будет легко заменить смотрим запас вполне большой сантиметр наверно 3-4 ну и здесь как мы видим благодаря второму штоку он еще вышел незначительно сантиметров 5-6 предполагаю что еще ему сантиметра 45 точно может выйти поэтому немножко продолжим так смотрим высоту подъема ну при такой высоте можно даже наверное внедорожники менять почти кулак пролазит ну вот высота достаточно большая то там крат очень хороший как видим что к ней загнулся стоит устойчиво и очень даже неплохо то есть для автомобиля для замены тем более что мы его поставили под 1 где двигатель нагрузка ладно давайте опустим аккумулятор на камере у нас разрядился поэтому снимаем теперь на телефон ну качество покраски данного данкрат оставляет желать лучшего об этом неоднократно говорилось но как мы видим он вполне функционален так сейчас мы еще кое-что проверим сможем ли мы его поставить под спущенное колесо так давайте посмотрим вот высота у нас какая учитывая что там еще сантиметр 2-3 запас под бортом под этой штукой ну то есть куда пас куда вставляется то есть высота но опустится колесо на резине там сантиметров 5-6 то есть запас под ставить данкрат вот таким образом под спущенное колесо я думаю будет вполне возможным и проверять данный вариант мы не будем так как насос для колес у меня ножной и качать 2 атмосферы с лишним колесо достаточно неудобно как купим когда-нибудь насос работающий от прикуривателя тогда возможно и проверим так что данкрат как мы видим вполне хороший и функционален прошу прощения уже испачкал вот такой у нас домкрат высота подхвата 160 сантиметров 160 миллиметров нет миллиметров все еще раз запутался а высота подъема то есть высота на которую будет поднимать 380 ну в принципе вот такой функциональный данк раз как мы видим осталась краска домкрата как уже писали говорю не однократнее неоднократно покраска оставляет желать лучшего как порошок всыпается вообще реально прям как порошок но при всех при всем его недостатки при этом достаточно функционально ну по опять же по сравнению со штатным также можно использовать и подкатной данкрат который я брал коллеги по работе при замене резины зимний на лето и постоянно возить такую большую конструкцию с собой в багажнике как бы не совсем хорошая мысль в общем такой у нас домкрат приобрели моего на и макси 1557 рублей обошелся так что взамен штатного вполне неплохой вариант всем всего доброго всем пока ставьте лайки жмите колокольчик оставайтесь с нами всем пока а